Начнем? Поехали, друзья. В общем, для тех, кто смотрит в записи, это краткое подведение итогов тестового шоу-турнира стримеров. Сейчас мы звоним нашим мэттерам, мэттерам стриминга имба Адольф Ра и We Love Games. Дэнчик уже себе в скайпе поставил, обновил аватарку. Я видел, что многие после художеств сегодняшних... Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, добрый вечер. Ой, какой у тебя проникновенный голос. А есть ли возможность включить камеру или, как бы, картинки думаешь, новой твоей обновленной хватит для того, чтобы передать? Я думаю, что картинки хватит. Руслан, привет! Сто лет, сто лет не видели. Тебя... Ты помолодел, все заметили, что ты помолодел. Это здорово. Отдыхал? Классно выглядишь, Руслан. Привет. Спасибо, ребят. В общем, во-первых, спасибо, что нашли время посмотреть сегодня и посудить финал. Я безумно рад, что у вас у обоих получилось прийти и посмотреть. Но правила вы знаете, да? То есть у нас есть матч за третье место. Каждый из вас отдает предпочтение только одному человеку, выдает балл и обосновывает это по своему... Ну, по своей шкале. По какой-то. Вот. Начнем, наверное, с Руслана. Руслана. Хорошо. Матч за третье место. Слушай, а мне нужно будет говорить сразу про чуваков, которые были на третьем месте и потом про финал, или мы все-таки по очереди сначала... Не, мы по очереди. По очереди, по очереди, потому что мы еще должны тебя послушать, Дену послушать и посмотреть, что зрители выбрали. А мне сразу говорить, ну, кому я отдаю балл. Как хочешь, как хочешь. Веди, веди эту трансляцию. Хорошо. Вообще, стрим Power Thunder был очень динамичным, интересным. Ну, на самом деле, я сам вел стримы Power Thunder, и я думаю, что они были не более интересные, чем у Скэтмена и у Гетто. Это безумно сложно просто взять и... Ну, игра такая. Если вы знаете стримы там по World of Tanks, например, Сингона интересно смотреть, в первую очередь, потому что он разговаривает, он общается. А вот тот контент, который происходит на экране, он сам по себе так не затягивает. Это не то, что ты стримишь какую-то новую игру, там какие-то сюжетные взрывы, повороты, еще что-то. Ну, здесь прилетит тебе там под погон снаряд, но ты к этому привыкаешь там после трех раз, и все. Что можно было бы сделать? Какие пути были бы у парней для того, чтобы чуть разнообразить эту трансляцию? Они решили ну, просто поиграть и пообщаться друг с другом. Оба они харизматичные, интересные стримеры. У Скэтмена опыта, наверное, побольше. Гет вроде не так давно стримит, но я могу ошибаться. Мне кажется, что... Мне кажется, что один из них мог бы взять на себя роль, например, журналиста. Это первый вариант. И попробовать интервьюировать своего визави. Тем более, что, ну, он твой соперник. Ты можешь вытащить его на разговор, как-то немножко раздергать, отвлекать его от игрового процесса и построить какой-то интересный разговор. Это первый вариант. Второй вариант. Можно было бы попробовать наладить сотрудничество. То есть сказать, чувак, мы два часа должны выдавать что-то интересное. Давай напишем примерный сценарий и попробуем по этому примерному сценарию следовать. Ну, это было бы, конечно, посложнее. Тем более, блин, это твой противник. Но ты должен его выиграть. И в то же время ты предлагаешь ему сотрудничество. Но, тем не менее, такой вариант тоже был. Третий вариант. Я понимаю, что это небольшой подкол был про качественный контент, не игровой. То есть, ну, качественный контент, он может быть игровым, не игровым, не суть. И когда люди делают игровой стрим, мне кажется, очень классно и интересно. Ведь откуда идут игры? Они идут из реальной жизни. Люди играют в War Thunder, выйти танки, выйти самолеты, ну, потому что действительно была война, действительно происходили все эти события. Это интересно. И ты пытаешься в это погрузиться. И, к сожалению, очень часто на игровых стримах люди не хотят к этому вернуться. Они не хотят окунуться снова в эту реку и дать это почувствовать своим зрителям. Есть такой хороший сайт, называется I Remember. Там, ну, всякие воспоминания ветеранов Второй мировой войны, немцев, советских разных. В основном советские. Открываешь воспоминания тех же самых танкистов, читаешь, ну, ребята же стримили про танки, что, допустим, внутри, после, там, десятка выстрелов было очень тяжело дышать от пороховых газов, у танкистов просто крыша ехала. От того, что они, ну, практически ничего не слышали, после боя они друг другу в уши кричали, потому что глохли, потому что болванка попадает в танк, там, броня не пробивается, у тебя просто, ну, разрывается голова, рвутся выробанные перепонки и так далее. Про то, что высох пацанам заряжающим в неудачных моделях, короче, при выстреле снаряд танковый падал под ноги, и он там катался. И вот представляешь, ты едешь в танки и снаряд катается под ногами. И это настолько раздражало, что человек волей-неволей нагибался, чтобы поднять эту гильзу и убрать. И если в этот момент производился выстрел, то человеку просто отрывало голову. То есть, ну, не обязательно, конечно, нагнетать каких-то ужасов, но, блин, есть очень много чего интересного, что можно было за этот стрим дать. Мне кажется, что, ну, ребята на будущее смогут это как-то учесть. по их, собственно говоря, выступлению, ну, я бы, наверное, все-таки, я очень люблю скеппана, но сейчас у нас не про любовь, а про конкретный стрим, и я бы, наверное, все-таки отдал гету очко. Почему? Потому что у него была получше подготовка. То есть, в плане голосового контента они выдавали примерно, ну, были примерно на одном уровне, но он под какие-то моменты заготавливал интересные вставочки, грустная мелодия, когда его танк подбили, что-то веселое, когда они победили. У него очень хорошая работа была с аудиторией. Он все время с ними говорил, он предлагал какие-то челленджи, с ними работал. И вот в этом плане он отличался. Скэтмен провел как-то немножко как свой обычный стрим, хотя он может на самом деле намного лучше. Я не знаю, в этот раз, вот мне кажется, у гета получилось немножко лучше. Спасибо за обстоятельный ответ. Денис, что ты скажешь по поводу матча за третье место? Кто тебе понравился больше, почему? Может быть, тоже советы какие-то, учитывая... Хорошо. Учитывая то, что... Да, давай. Я сегодня впервые воспользовался функцией Multi-GG, ну, Good Game, очень удобная опция для тех, кто хочет смотреть сразу несколько стримов. И, кстати, именно благодаря данной функции еще до начала выступления первой пары я заметил, что стример Get This, я его называю Get This Andy, хотя, на самом деле, неверно, Get This and Die, как оказалось, был единственным, кто вообще создал отдельный анонс трансляции на своем канале с обратным отчетом. Какую мелочь, а приятную. То есть, наверное, заботится о своих зрителей. И, в принципе, да, я с Русланом согласен, он уделил больше внимания подготовке к этой трансляции, нежели его оппонент Скэтмен. То есть, был анонс, было тематическое оформление, была заготовка в начале вступления, да, когда он играл в танчики из нашего детства. на ностальгию меня пробило, пытался все это сделать достаточно интересно, смешно, комично, были кастомные уведомления, я же так люблю донаты и подписки, но вот, к сожалению, я думаю, что это больше минус, нежели плюс, потому что, когда ты стримишься с кем-то в паре, лучше проявить уважение к своему коллеге и, ну, или отключать звук и благодарить своих донаторов, опекунов, потому что, ну, все-таки это ивент, это некое мероприятие серьезное, я думаю, что донаты, подписки можно оставить на свои личные стримы, вот, что касается непосредственно игрового контента, я, к сожалению, не в курсе, там выпала карта, на которой было написано «Играйте в танки», все верно? Да-да-да, это партнерская, собственно, это партнерская карта, но ведь в игре не только танки присутствуют, но еще и самолеты, насколько я знаю, корабли, можно было поиграть в самолеты тоже. Вот, жаль, что ребята этим не воспользовались, потому что два часа смотреть один и тот же контент, учитывая то, что они, в принципе, не являются профессиональными игроками, было бы, было достаточно скучно, то есть, было бы неплохо, если бы они разнообразили это все с самолетами и другой техникой, как ты говоришь, возможность была. Можно было действительно ставить какие-то исторические справки, и в целом, мне показалось, что Get This End все-таки больше трудился, нежели Скэтмен. У Скэтмена было стандартное оформление, к нему, периодически захожу на стримы, вот все то же самое, он особо не напрягался, вот, разве что, опять же, надавил ностальгию, когда вначале спел композицию «I'm a Scatman». Пел на нее часто еще в рамках прайм-тайма на SK2TV, это было весело. Не знаю, то ли ребята расстроились, что не попали в финал и особо уже, не знаю, не напрягались. А вы смотрели, кстати, полуфинальные матчи? То есть, у меня тоже возникло такое впечатление, что они, ну, что Скэтмен, в частности, решил, что уже, уже все, уже можно расслабиться. Вот зря сдался, мне кажется, зря, потому что, как стример, мне кажется, он сегодня выступил намного более уверенно, нежели его оппонент. Наверное, не хватает немного опыта «Get this and die», но я бы тоже, наверное, проголосовал за «Getto». Ну, учитывая единогласное решение судей, мы, конечно, посмотрим на результаты голосования зрительского, оно откроется, кстати, через две минутки, но вы, по сути, определили судьбу третьего места, можно уже «Getto» поздравить с этим самым третьим местом, но «Getto» в общем-то с четвертым. Я хочу перейти к финальной уже паре, потому что, наверняка, ну, что-то мне подсказывает, что вам было интереснее смотреть именно финал. Вот. Начнем с Руслана. Нет, сейчас с Дениса. С Дениса? Хорошо, с Дениса. На самом деле, я еще не отошел от раб-баттла, даже записал себе пару строк, очень понравилось в исполнении и Игоря Гахка, и Фрозы. Не ожидал я увидеть подобный контент на Годгейме, ну, я тоже. Благо, да, там, 20 минут, не больше. Ну, что, сегодня я наблюдал чисто потанский стрим, на котором пели веселые песни, и благодаря Игорю Гахка я понял, что Кадышева топ все-таки. Приготовили сочный кусок мяса, это тоже по мне. Что еще сегодня Игорь делал? А, еще он рисовал, кстати, да, рисовал. Вот здесь вот... Рисовал не он, он скорее... Ну да, он использовал, он использовал Дмитрия в своих целях корыстных. Получилось весело, задорно, молодежно, было оформление, которое не напрягало, он ворвался в эфир, как он обычно это делает. Я часто смотрю его стримы, и могу сказать, что сегодня он, да, потел. Он хочет победить, это было видно. С другой стороны, у нас выступала Фроза, стример мне незнакомый, но в общем и целом я считаю, что стрим она провела интересно, было приятно слушать, дружелюбная атмосфера на стриме и в чате. Сегодня Тэй заползала под стол, тоже было весело, то есть даже несмотря на технические какие-то проблемы, девчонки смогли это все сгладить и в целом выступили достойно. Кто же был веселее в итоге? Можно я еще подумаю? Дайте мне пять минут. Хорошо, можем поговорить на отвлеченные темы. Как тебе рэп, Руслан? Прям в точку уже попали. Прям вообще качало невероятно. Я выскажусь про рэп. Да, давай. Не-не-не, в смысле, я потом... Тут важно как раз, чтобы сначала Денис все-таки отдал свой голос за кого-то. Такие правила, да. Да, да, да. Более того, вы как бы друг с другом не общались и это правильно, чтобы не это самое не обмениваться мнениями и быть абсолютно беспристрастными. Черт, а я как раз к этому нашла. Мы для Смайлики посылали друг другу через чатик, Ну, вначале, да, вначале было дело. Нарушили мы немножко правила. Контакт был, значит. Я в неудобном положении, понимаешь, Миш, все знают, что мы достаточно часто кооперируемся с Игорем ГХК, и вот сейчас все будут чатик кричать, мол, а, ты же профессиональный стример, ты можешь абстрагироваться от этих вещей. Если достаточно убедительно обоснуешь свою точку зрения, все тебе поверят и задонатят. И задонатят? Конечно. Я сегодня хотел задонатить обоим стримерам, что у тебя не получилось из-за, да, это против абузы сделано специально. Прости, если что. Можешь прислать эти деньги? Да, ты не можешь прислать эти деньги. Не могу. Да. Ну, ладно, потом. Потом, потом. Ну, я думаю, что сочный кусок мяса и кадыш убедили все-таки сегодня. и допростят меня от всех. Нет, спасибо большое за объективное. Почему, 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 Игорь? Потому что весело, здорово, задорно. И мне это действительно понравилось. То есть, я не успевал соскучиться, как только я хотел сказать «мэ», и Игорь сразу начинал новую рубрику. А у девчонок было как-то все, ну, не знаю, более спокойно, качественно, ну, как-то, не знаю, не зацепило. Ясно. Голос за Игоря. Ну, Руслан, тебе слово. Вообще, оба стримера, финалисты, продемонстрировали разность в подходах. Она интересна, если обратить на нее внимание. То есть, задача «Моя стая». То есть, привлечь твоих зрителей. И Фроза, она начинает играть со зрителями. Она делает определенные игры, она играет с чатиком, вовлекая весь чатик, да, она с ними взаимодействует на таком уровне. Игорь пошел по другому пути. Он привлек отдельных каких-то своих зрителей и вместе с ними сделал какие-то маленькие рубрики. Ну, кроме, наверное, самой первой рубрики, где он пел. И получилось довольно интересно. Два разных подхода и два результата. Что касается того, что мне очень понравилось, это, конечно, Кадышева. Кадышева было великолепно. Но, в первую очередь, потому что, когда Игорь начал исполнять это второй раз, я не удержался, заражал. Прибежали родные и начали спрашивать, что такое. Мне очень нравится, на самом деле, ансамбль «Золотое кольцо». Очень нравится, Надежда Кадышева. Сразу тянет чем-то таким родным, каким-нибудь недорогим рестораном, таким провинциальным березками. Вот. И, ну, чувствуется, что Игорь, который в таких, в общем-то, условиях, возможно, не был. Может быть, это ему не близко. Он более такой западный чувак, на рэпе. И было здорово. Рубрика с рисованием неплохо. Неплохо. Готовка тоже неплохо. Может быть, был смысл приготовить не такой более-менее стандартный стейк, а сделать какое-то более экзотическое блюдо. Может быть, был смысл выбрать чуть более, как сказать, выбрать, может быть, стандартные песни, попробовать им переписать текст. Но, насколько я понял, времени-то было довольно мало на подготовку. чуть больше дня на подготовку, к сожалению, было. То есть, действительно в обрез. Для того времени, которое было дано, было сделано достаточно неплохо. И прикидывая, и рассчитывая с другой стороны, я смотрел на Фрозу и узнавал из себя вот эти проблемы на стримах, которые внезапно начинаются, что-то подводит, чертов кот. Ну вот, кто знал, что у животного замкнет в голове, оно там что-то сделает. и какие-то проблемы у Тэй, по-моему, если я не ошибаюсь, да, девушку зовут, которая с ней была. И, кстати говоря, довольно интересная у них была идея разгадывать песни, ну, некий конкурс какой-то. Учитывая все эти факторы, учитывая, что рэп-баттл прошел более-менее равно, ну, про рэп-баттл я бы хотел бы еще сказать отдельно, но перед этим я, наверное, вынесу вердикт. Рэп-баттл тоже был в рамках конкурса? Да, 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 в рамках конкурса. Ну, просто я его сейчас не хочу оценить, потому что, на мой взгляд, там, ну, примерно одинаково было. То есть, в начале у Фрозы было, может быть, похуже, в конце она выстрелила, у Игоря в начале было получше, в конце похуже, но не суть. Хочется, конечно, интригу сейчас сделать, сказать, а ладно, а вот Фроза, а вот посмотрим, что сейчас чатик-то нарешает. Ну, это неправильно, это будет нечестно, снимать от себя ответственность, и я все же повторю то, что с Игорем уже однажды было лет 6 назад на фабрике стримеров. Вот, я отдаю за него голос. Алекс тогда был против Солса, но тогда мы его взяли как раз в Неск2ТВ, и сегодня будет то же самое. Классно! Мне не терпится посмотреть на голосование, на результаты. Сейчас, подождите, первая пара. Первая пара. Зрители отдали, 59% зрителей отдали свои голоса за Get This and Die и 41% за Скэтмена. То есть, они согласны, в общем-то, большинство согласны с вашим решением. И следующая пара, финалисты. А-а-а! 55 на 45. Фроза победила Игоря по итогам зрительского голосования, при том, что их смотрела прям зритель в зрителя, насколько я помню. То есть, там не было такого разрыва по аудитории, чтобы сказать, что, типа, вот, это более популярные стримеры. Тысяча человек Игоря и Фроза смотрели, да. Да. Приблизительно 50 на 50. Но надо сказать, что разрыв не такой большой. Всего на 10%. Ну, спасибо большое судьям за объективность, за опыт. Ну, хотелось бы попросить уважаемых участников не расстраиваться, если они не выиграли. Наоборот, поблагодарить их за участие в подобном мероприятии. Это было действительно весело и интересно. И все-таки пилотный выпуск. Я уверен, что последующий трай будет в разы лучше. И будет больше новых креативных карт и больше участников. Ну, и мы, судьи, тоже. Я думаю, будем более не знаю, ответственны в составлении отца. хотел бы попросить какие-то по-быстрому советы. Вот, что можно будет исправить, по вашему мнению, во втором шоу-турнире, если он будет. Например, больше участников, другие карты, что-то там в формате не понравилось. Или... я бы добавил больше карт, возможно, разнообразил все это какими-то челленджами, чтобы постоянно был какой-то экшен. Вы предоставляете эфирное время два часа, да, каждому стримеру. И на протяжении двух часов, в принципе, можно разделить первый час опять же, поиграть в танки, второй час усмотрения стримера самого. То есть, чтобы он себя проявил в чем-то, в чем он хорош. мне кажется, это было бы справедливо. Понятно. Больше свободы, в общем, да? Да. Для творчества. Руслан, я думаю, будет больше советов. Я соглашусь. Ну, я не знаю, не знаю насчет опыта. Я это тоже хотел бы высказать, но может чуть-чуть позже. Мне кажется, что надо дать побольше времени на подготовку просто. То есть, ну, сам турнир интересный, растянуть его на две, на три недели, на месяц, может быть. Ну, прям, чтобы люди имели возможность подготовиться. может быть, я не уверен, но может быть полезным было бы даже подсократить время на выступлении. Не два часа, а час, потому что, ну, два часа сделать интересными прям очень тяжело. А все-таки на час можно так концентрированного контента наготовить и преподнести вот это, наверное, два основных каких-то момента отметить хотелось бы. Ну, что, вы же можете поиграть с настройками, так, попробовать, так, посмотреть, что получится. Здорово. Спасибо вам еще раз большое. Напоследок, если хотите что-то в эфир сказать. по ухмылке Руслана, я понял, что у него мысль какая-то промелькнула. Что хотите? Зрителям, там, участникам, не знаю. Может, там анонсы, трансляции какие-то от того же самого Руслана. Мы давно тебя не видели. Соскучились. Приходите на StreamFest, там будет интересно и много информации, и все те же лица. все же встретимся на StreamFest. Да. Кстати, да. Даже Санчес будет на StreamFest. Наконец-то мы посмотрим на него в реале. Да, StreamFest. Я там вам речь буду на главной сцене говорить. Как вы там Лисецкому обещал устроить скандал. Он говорит, пожалуйста, Адольф, нужен скандал большой. Сделай что-нибудь такое. Надо как-то пиариться. Да, да, говорит, нужно, чтобы нас заметили. Я говорю, ну ладно, хорошо. Класс. Чем-то будет. Многодушающим. Я, в общем, набросал кое-что. Куда? К вашему рэп-баттлу, потому что я же не могу прийти на рэп-баттл с пустыми руками. Вот, ну, вначале по поводу ребят и их выступлений. Ребята, вы молодцы. Можно докапываться до риф, метафоры, прочего, искать изъяны в подаче, потребовать гангбарс от фрозы, и что пигарь дал больше кача. Нафига? Все было неплохо. Я лучше вам сам почитаю немного. Это не рэп и не баттл. Это то, что мне сказать вам надо. Я сужу стримы уже семь лет минимум. Фабрики, праймтаймы, разные школы стримеров. И долгое время я учил других, как стримить. Возмущался теми, кто делал не так, как надо. Это было умно и правильно, но полезно, ну, наверное, как Бады. Хватит этой критики и разборок душных. Каждый делает стримы так, как он считает нужным. Миша пилит Икс Коум, Авка танцует под ля-ля-ля, Днис использует грим, Мэдисон, бисмаля. Я за всю свою жизнь ни разу не пробовал взять и стабильно постримить. Хотя бы пару месяцев, каждый день, вот как это делает Дэн, делая то, во что я верю, показывая то, каким я вижу контент. Тратить время на самую лучшую критику глупо. Если делаешь что-то хорошее, то люди обязательно подхватят. Не потому, что ты тычешь им ошибками в рожу, а потому, что интересно сделать иначе. Денис, Миша, я буду рад с вами постримить. Есть пара идей, напишу вам позже. Будут у вас проекты, зовите. Открыт для сотрудничества. Индекс, почта. СК2ТВ и Адоль возвращаются. Почувствуют под ногами не хлипкую зыбь, а твердый берег. В какой день это произойдет? Быть может, в тот, когда в это никто не поверит. Раунд! Вообще круто! Супер! Спасибо огромное! Спасибо вам большое еще раз. Хорошего вечера! Пока! Пока-пока! Ой, как душевно, как классно! Друзья, давайте участников скорее. Вау! Прям ах! Интрига прям! И хопа-хопа! Вау! Так! Где у нас там эти товарищи? Шоу, турнир. Шоу, турнир. Так, начнем мы с Get This Sandy. Я не знаю, на связи он, на связи Get или нет, но я звоню ему. Воу! Я звоню... Ой, здравствуй, здравствуй, Гит! Привет! Я застал тебя врасплохо. Да, я смотрю стрим такой, слушаю стихи Адольфа, и такой раз, и звонок сразу же. Слушай, слушай, ну это технологии тебя настигли просто внезапно. Вот как бы хопа, и ты уже в эфире. Вжух, и ты... Да, ну, если есть возможность вебку, если есть возможность. Стандартные процедуры. Да, вот извините. Так, привет еще раз всем. Михаил, привет. Сейчас я поставлю вебочку. Так, а может вас сразу со Скэтом вместе, раз уж вы воевали вместе? А, давай. Да, давай. Ты все слышал? Я думаю, что финалисты просто продолжат рэп-баттл, как только мы созвонимся с ними вместе. Да, я думаю, они не дочитали еще, и мало. Да, недосказанность осталась какая-то у них. Такая жесть была. Так, Кирилл пока не берет трубку. Ну, я, как обычно, видишь, без предупреждения звоню. Хотя мы в предыдущих матчах созванивали стабильно. Нет, не берет, к сожалению, Скэтном пока трубку. Ну, хорошо, давай тогда сначала с тобой. Времени на подготовку, судя по всему, у вас было немного, да, и формат был такой, что... О, Кирилл, ты здесь? Да, прошу прощения, что я тебе так вот внезапно тоже набрал. Ничего страшного, меня победили. Есть возможность срывочку включить, мы Блиц интервью с вами... Ага, секунду. Давай. Так, ничего не включил. Ничего не включил, да. Сейчас включил. Ну, во-первых, отстрелялись, слава богу, поздравляю вас с этим знаменательным событием. Тяжело было, да, все-таки два часа в танке. Немножко тяжело, четыре. Не привычно, так скажу. Вот. А насчет танков, да, ничего тяжелого, нет, мы нормально провели время, мне кажется, вполне, вполне. Ну, сложилось просто такое впечатление, что вы немножко подустали. Или я сегодня на митинге был. А, так вот, вот как выглядит это. Я после него подустал немножечко. Понятно. А так, на самом деле, нет, просто тут куча факторов, включая тот, что дизайн, короче, я не успел подготовить, потому что поздно подогрели человека. Сегодня весь пришел такой уставший. С гетом, ну, в общем, короче, у меня совершенно голова была занята этим. И если честно, да, получается так, что недостаточно подготовился. Поэтому абсолютно заслуженная победа Гера, который подготовился и различный интерактивчик со зрителем был. У меня был целый день, да. Вот. Кстати, по поводу того, чтобы участникам давать больше времени растянуть турнир не на неделю, а на более продолжительный срок, вы ее слышали, да, поддерживаете эту инициативу или все-таки да нет, мне кажется, дело не в этом, просто, в общем, на самом деле, я тоже косяка даванул. Я, помимо того, что, ну, почему я поиграл после, помимо участия в турнире, я продолжал еще и просто стримить, а это было абсолютно неправильно. Надо было все силы дать в турнир и все на подготовку, тогда все, может быть, пошло по-другому. А я продолжал еще каждый день стримить, там, типа, по 10 часов, а потом еще и турнир, как бы, вот. В целом, время на подготовку, ну, дня два-то нужно точно, да. У нас был, по сути, один день, то есть, суббота. Вот. Ну, я бы, знаешь, насчет времени на подготовку, перед финалами, вот, побольше в следующий раз можно было бы выделить, потому что это все-таки финал, и там достаточно объемный материал, вот, например, у Игоря Фрозы прям, ну, очень много всего они успели запихать, и за один день все, все вот это произошло. Конечно, лучше перед финалами побольше выделить дней, ну, два-три, там, я не знаю, такие промежуточки. Было бы хорошо? Ясно. Я, естественно, не подготовился, поэтому не знаю, что еще у вас спросить. Так, в чатик, в чатик выручайте, друзья. Один вопрос, вот, хороший, давайте, прям по стариночке, вот, как на киберспортивных мероприятиях у нас было. Банчис в политату, отлично. Скэтмен тут проштрафился. А как на митинге-то было? Нормально. Санкционировано было? Я не хочу эту тему поднимать, потому что, она вообще, как бы, не про то, что сейчас происходит. Я просто объявил, что я сегодня делал, вот и все. Да, нормально было, весело, прикольно, много удочек было, да. Все. Да, кто на что потратит выигрыш? Там такие бастословные деньги. Кстати, да, там неплохие же деньги, за 3-4 место тоже денежные призы. Гайджинам спасибо, что с кем-то он такой, так ухмыляется, как бы, что... Да нет, нет, просто девушка говорит, выпрямись, а там, сам поправь, и так далее. Да, соберись. Все, да. Вот, значит, найти его на что потратить? Да, наверное, вот девушки компьютер апнули, как раз-таки. Хотел давно, и вот. хорошо. Все в железо. Ну, я благодарю вас за участие в турнире, дошли, посражались. Агет-то так и не ответил, на что потратит. Да, блин. Ах, ты скэтмен. Мне же интересно. Я потрачу деньги на новую рубашку, потому что я единственную порвал во имя Кокона, короче, куплю себе рубашку. Ну, на самом деле, я еще не думаю, я не думал про деньги, и вот. Я пока не знаю, что ответить, на самом деле. Но зато ты запилил ролик с этими, с фоточками, с лучшими моментами, с трансляцией. Ну да, но его, к сожалению, да, там не заметили. Ну, ушли, наверное, уже судьи, просто я что-то подзатянул. Да, сейчас в чатике скинут, и это самое. Да, кстати, все записи есть в турнире, если вы кто-то что-то пропустил в чате, вы можете там их найти. Я благодарю вас. Там обращающие. да, там обращающие. Прости, прости, Майкер. Да, ничего страшного, я как бы, никуда не торопимся. Спасибо вам за все. Спасибо вам. Отличная футболка. На последок, если хотите, что-нибудь скажите. Ваши последние слова. Ну, было очень здорово поучаствовать в мероприятии подобного. Это вообще первый опыт в моей жизни, что в чем-то таком. Я смотрел там и на СК-2 подобные события какие-то были, но сейчас это на Гудгейм происходит, и я в этом принимал участие. Это очень круто. Спасибо за то, что ее пригласили, и Гажинам тоже спасибо за спонсорство. Я аж два раза поиграл в вашу игру. Было очень круто. Да, незабываемо. И спасибо моим напарникам, с кем я проводил совместный стрим, мне тоже очень понравилось. Все, было очень классно. Я все. Граунд. Спасибо. Спасибо, Гед. Спасибо, во-первых, портал Гудгейм за то, что они провели этот замечательный турнир. Спасибо большое Гайджинов за то, что они создали возможность поведения турнира в плане производного фонда. Спасибо огромное всем тем, кто судил этот тестовый турнир, потому что они вообще в самые последние моменты брались, люди и выручали по сути турнир, судьи, я имею в виду. И без них не было никакого судейства. Спасибо всем зрителям, которые смотрели весь этот турнир и голосовали и поддерживали стримеров. Спасибо, клево, давайте еще. Это было бы круто. На этой радостной ноте я вас вешаю. Спасибо вам еще раз. Всего хорошего. Пока. Так, и сейчас будет продолжение рэп-баттла, я чувствую. Звоним Игоря и Фрозе. Шоу-турнир. 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 Алло, здравствуйте. Привет. Привет. Так. Сейчас мы немножечко. У меня я пытался синий фон на всякий случай. А у тебя синий фон? Зеленый, но синий это обратная сторона. Так, скажите что-нибудь. Раз, два, три. Раз, раз. Да, вроде хорошо все. Ну, что, уважаемые финалисты, вы видели, какой беспредел у нас творился в судействе и что говорили люди? Как вы можете прокомментировать, что два человека отдали свои голоса за Игоря, а все-таки зрители ну, чуть-чуть с перевесом за Фрозу? Ну, не все же Игорю давайте. Хотя бы что-то. Мне нормально, мне сойдет. Верните розовый ГГ. А почему розовый? Я так и не понял, что за тема. Это ты запустила эту утку? Так получилось, я создала монстра. Я подхватил тоже на хайпе, это все вроде меня не заметили. Как вам удалось за один день подготовить так много всего? Игорь, может? Игры, и кухни, и пляски. Я не знаю, у меня во-первых, карточки меня, конечно, вообще поразили, когда выпало косплей и моя стая, я думал, что все, тут уже посол. Потому что косплей я бы не мог выбрать, потому что за день нельзя прогрессовать косплей, а Аня бы просто делала то, что она сделала уже на первый тур, скорее всего, я бы на ней вместе так и сделал. А что касается моей стая, ну, у меня очень крутой комьюнити, вот за что ему действительно спасибо большое. Но они все в последний момент слились читать рэп. Вообще все. Это был какой-то кошмар. И в итоге все, у меня причем они огромное количество текстов написали, то есть, чтобы вы понимали, там еще порядка 20 песен осталось. То есть, там готовились очень серьезно к этому рэп-баттлу. Но я так понимаю, что у Вани было очень поменьше авторов, и она говорит, давай сделаем сначала, давай час, потом давай 45 минут сделаем. Я говорю, Аня, сделаем так, как скажешь. Аня, вообще, вот все, Аня не заставрается. Мне просто хотелось много всего своего впихнуть и успеть это как-то все сделать. просто как мог вообще. Аня говорит, Аня, вообще без проблем. Потому что настолько мне было, мне было настолько комфортно с этим человеком вообще сотрудничать, в плане того, что мы договорились о чем-то. Она говорит, да, это отличная идея, это было супер. И я бы, честно говоря, с ней вообще какой-нибудь проект большой бы сделал, потому что настолько комфортно было с человеком общаться, работать. Мы так пообщались еще хорошо. Я, честно, в восторге вообще от нее. Мы еще с тобой в Москве встретимся в мае. Да, я тебе приготовил уже диск, подборн. На самом деле, я обещал снять, не обещал снять кепку, если победил. Да, поэтому, конечно, придется выполнить свою... Какая классная. Вот, ну все, теперь я ногой сижу перед вами. Классно. Вот, ну в общем, было, подготовка была действительно интенсивная, не начать не сказать, потому что хотелось бы просто, чтобы кейс закончился уже. Да, 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 именно так. Это как, это как писать, не знаю, в последний день домашнее задание какую-нибудь музыкалку. Нужно сделать причем контент на час, точнее на час двадцать, там, да, и я долго думал, что это сделать. И вот у меня сразу как-то виделось, что что-то одно делать будет не очень интересно, надо сделать что-то несколько, что я умею делать, играть на гитаре, ну не умею, петь не умею, но это выходит обычно классно на стримах, я подумал, надо это обязательно вставить, потом готовка, которую я уже обещал давным-давно. У меня все валилось из рук, потому что мне нужно было сделать стрим одновременно и из кухни, и не из кухни, нужно было технически это продумать. В итоге у меня, чтобы я слышал своего собеседника, у меня был телефон в кармане с дискортом, замученный, то есть микрофон тут не шел. Там Yeti стоял на столе, был включен к ноутбуку, который был включен тоже к дискорту, чтобы уходил звук, но с него звук не шел. И, короче, целая схема, а вебкой служил телефон с помощью какой-то программы, которая в Апстоле есть, просто по Wi-Fi передавала камеру. Это было очень технически все тяжело придумать, ну не придумать, а как-то вот, чтобы все заработало. Она еще крашилась во время эфира. В общем, я натерпелся. Как тебе удалось кота еще заставить вовремя диверсировать трансляцию? Ну тут легко, тут легко. У меня тоже есть код, его зовут Гав, и он позвонил вчера вечером в Питер в своей готовье связи. И они там договорились, я не знаю, там какая-то сумма смешная, порядка 10 петикетов, что ли, была. Ну вот, в общем, Анькин Кот сдался очень быстро, потому что сказал Гав. И я, короче, говорю, все, давай, без... 15-ая минута, 15-ая минута, 15-ая минута, 11-ая минута, ты бахаешь бусот. Он такой... Я такой, ну, все, легко. Сика такая, будет наказан. Будет наказан. Рыжая морда. Кульминацией финала стал рэп-баттл. Это... Это было неожиданно для Гудгейма, такой новый контент. Прости. Ну, видите, Руслан, Руслан самый главный ценитель в стриминге рэпа. Он положительно отозвался, и вы там на равных боролись. Вот, было круто. Было круто. Неожиданно, неожиданно. А вот кто был тот молодой человек, который там пару раз употреблял нецензурную лексику? Какой там никнейм был? Никто, по-моему, не употреблял ничего нормального. Он ничего не делал. Нет, короче, я не слышал матов вообще, а если только я не делился. Меня уж подвели. Все-все-все, все-все-все, хорошо. На первом стриме. Да-да-да, это-это. Показалось, показалось. Педальками. Показалось. Есть ли у вас какие-то пожелания, если вдруг будет второй турнир? Сделайте, ребят. Вот об этом уже сказали все, и об этом еще раз можно сказать, уж извините. по поводу того, что сделайте немножко подготовку для финалистов побольше, потому что очень тяжело выкладываться и вот внедрять много идей за сутки. Вот хотя бы чуть-чуть больше. Очень тяжело, серьезно. Вот кто-то позвонил твоему коту. Ух ты, какой пушистик! У меня ручки просто за это. Помурчи майкеру. И сегодня его нарисовали каким-то мутантом. Больше времени на подготовку. Что касается карт, может быть какие-то больше карт или какие-то особые условия или как вы относитесь к тому, что не два часа, а час на подготовку? В смысле не подготовка, а на эфир. На стрим, да, я понимаю. Ну, час на стрим это хорошее дело. Вообще лучше сделать полтора часа, наверное, оптимал. Два часа слишком, ну, не... Два часа не слишком? Что такое? Что? Попалось. В общем, на стрим лучше сделать, наверное, полтора часа, потому что... Ну, потому что два часа слишком много, учитывая даже вот такую интенсивную подготовку. Если брать какой-то игровой контент, то он может стать однообразным, что доказало, на самом деле, вот в стриме по танкам, да, и по самолетам. По сути, одно и то же выглядит. Хочется пожелать социальным участникам, которые будут вообще когда-либо играть. Здесь, наверное, главное правило всегда стараться чем-то удивить. То есть вот концепт, который сейчас диктует стримерство «ты сидишь и все», это рамки спокойствия. Не дай соврать, вот сидишь дома у себя и стримишь там, когда игра часто длится и прочее. Вот. А потом ба-бах и у тебя встают такие рамки, тебе нужно за два часа делать очень концентрированные два часа. И, конечно, полтора часа или час сделать концентрированными гораздо легче, чем два. Вообще в разы. Вот. Мне кажется, что уменьшение времени трансляции было бы хорошим правилом. Очень хорошим. Вот. Мне кажется, что два часа это нормально. Не знаю. Может, я что-то не понимаю. Ну, в плане подготовки, может быть, да, действительно, как бы, ну, да, придется что-то еще придумать, но два часа это как раз-таки нормально, потому что полтора часа, ну, час это очень мало, это безумно мало, это вообще ничего. Полтора часа, ну, это не туда, не сюда. Это вот ты только вроде бы распробовал, как бы, вот, ну, вот, а вот десерт не дали, а вот два часа это вот, ну, я еще раз говорю, я, возможно, ничего не понимаю. ТНН. Да нет, нет, нет. Ну, тут да, тут полтора часа тоже мало, Да, не все успевают раскачаться, не все успевают прийти на стрим, это же банально, потому что тут, конечно, тоже палка на двух концах. Нужно думать, но то, что к финалу нужно больше времени подготовку, да, потому что не хватило этого времени. Да вообще на любой, то есть в принципе финал от полфинала или от 1-8 ничем не отличается. В том плане, что тебе в любом случае нужно победить своего соперника как-то и придумать, или даже, например, вот теперь выпала бы карточка косплей, да? И что бы мы с ней сделали за один день? Ничего бы мы с ней не делали, просто ничего. То есть мы бы надели бы там, не знаю, я бы, наверное, надел кастрюлю, бы и Дарта Вейдера нарисовал бы на ней и все, и дышал бы. Вот, то есть это было, знаешь, так вот есть на Инстаграме такой легкий косплей, вот я бы на такой бы и сделал. Ясно, ну, так, да. Там в чате пишут, в условия карт, время стрима, вот идея. Да-да-да, я прочитал, это хорошая тема. Ну, то есть, да, может быть, может быть, и добавить такой тип карт, типа там какой-то ограниченной или наоборот побольше времени. Хорошо, спасибо. Напоследок что-нибудь доброе или, может, вы хотите зачитать что-нибудь в конце? Зачитать? Я слышал впечатление, что вы не все высказали еще. У меня еще есть, да. Много еще контента там. На самом деле, там изначально вот идея, вот там мне прислал текст Джуз, ну, это на самом деле был не Джуз, очевидно. И Джуз? Ну, конечно. Его похоже очень было, очень похоже было. Ну, да, там еще есть от Майкера, от Адольфа был, от Дэна, от всех, короче, были такие текста, типа. Они не дошли до Иссера, к сожалению. Может быть, когда-нибудь их время настанет, они все есть в Дискорде у меня. Ну, или, по крайней мере, может быть, на своих стримах ты нам раскроешь эти тайны, там, естественно. Ну, да, да, возможно, возможно. За дополнительную плату, да? Не надо никаких дополнительных плат. На самом деле, у меня во время стрима, когда я был на кухне, позвонили с работы, и так как телефон использовался мой для камеры, ну, оператор мой сбросил два раза. И я вот думаю, насколько серьезная была проблема, которая там была, возникла в 9 часов вечера, что они позвонили аж дважды. Завтра, видимо, меня ждет какой-то большой сюрприз. Недельник интересный, замечательный. Да, да, да. Поэтому я такой, я думал, вообще, все уже капец. Хорошо. Спасибо вам большое за все. Спасибо большое. Напоследок, зрителям что-нибудь говорите в эфир. Вон, Адольф как прочитал, зачитал послания. Да, да. Хочу передать привет большой моему любимому зрителю, который у него больше всех, наверное, помог в этом марафоне. Его зовут Александр, он из Питера. Вот, он любит, да, он из Питера, он любит играть в танки. Саш, ты был не прав. Сосай лах, кусай зах. Я чувствую, у тебя там еще плюс десяточка, да, на споре где-то поднялась внезапно. Хорошо. Я просто подушню и скажу, что, ребят, всем огромное спасибо и за поддержку, и за ваши пеки в чатике, которые летят быстрее всей планеты. Огромное спасибо, естественно, организаторам, которые дали возможность поучаствовать в этом всем. Спасибо. Больше участвовать я не буду. Да ну нафиг столько сил, честно. Это очень тяжело, серьезно. Ну, это так, как бы, естественно, в шутку. Ну, и, естественно, я очень желаю вам все-таки эту идею развивать и дальше, и давать другим талантам молодым проявлять себя. Да, это здорово. Вот. Та-да. А вот и Бладборн, который кому-то достанется. Да, кому-то достанется, он уже ждет тебя. А что ты передать? Майя, Майя. Подпиши мне его, пожалуйста. В смысле, ты с Машей сошла? Подпиши. Попросим Дэн Русска подписать мне его. О, хорошо, ладно, буду ко всем бегать тогда. Все. Все. Все? Да, наверное, все. Это все, друзья. Хорошего вечера, пока. Да, и вам тоже, пока. Милота какая. Друзья, ну, у меня хорошая новость. XCOM сегодня не будет. Тестовый шоу-турнир стримеров завершен. 8 участников, 100к призовой. Море интересного контента вы можете найти в разделе видео. Или нет, лучше на самом деле заходите просто в турнир. Шоу-турнир стримеров, которые проще все, наверное, в турнирах найти. Уже получается в прошедших. Проще, да? Да, проще, конечно, в прошедших. Это предстоящие турниры, прошедшие. Очень просто найти. Вот геро-кап просто найти. Ну, что, что, что за... Кто это, кто это делал? Как, 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 как вообще? Может, у нас зайти в новость, наверное, да? Да. Здесь тоже есть записи, здесь тоже есть ссылки. И вот ссылочка на турнир в том числе. Ну, а по сетке, кстати, надо провести, наверное, победителей, в конце концов. Игорь. Причем 2-1 у них раз. Им просто после этого денежка на счет сразу зачисляется по турнирному модулю. А здесь, ну, 2-0, но как бы там по-другому. Вот он, топчик. Четыре человека. Игорь Фроза, Гет и Скэтмен. А, и спасибо, конечно же, тем людям, которые вот 3-2-2, 3-2-2 поддерживали. Тоже призовой фонд сверх меры. Сделаем выводы. Обсудим завтра в офисе, как прошел финал. И какую работу над ошибками надо проделать для второго шоу-турнира стримеров. Не факт, что он будет. Не факт, что он будет. Зависит и от вашего фидбэка, и от, ну, короче, от выводов. Вот, оставляйте свои замечания, советы, пожелания. Может быть, по картам, может быть, по формату, может быть, по хосту. Хоста точно нужно менять, на мой взгляд. Потому что этот хост, он ненормальный, он в XCOM играет, а не шоу-турнир стримит. В комментариях к новости. Ой, точно. Тут же еще прекрасные картинки были от одного из пользователей. Я его даже не знаю. Мэд-эхэ, хэ, кажется. Для каждой пары. Эллистрации классные. Причем в реальном времени рисовал их. Вот, я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова